Можно, чтобы себя не увидел. А как это себя? Это же тоже хорошо. Как же без вас? Мы только из-за вас сюда пришли. Вы думаете, ваши эклеры нас интересуют? Ну я же не делала их. Я понимаю, что это не ручная работа. Но все же. Вы же принимали прямое участие в их продажах. А что это ручная работа? Это делают люди с камерой. Я поэтому говорю, я понимаю, что это не ручная работа. Это не я. Ну, прямое участие принимали в этом? Нет, нет, я нет. Я имею в виду в том, что смотрели, как их продавать нам. Было такое дело? Спасибо. Да, спасибо, до свидания. Всего хорошего, счастливо. Так, друзья, мы покидаем местную... Как ее назвать, Юр? Кафешку. Кафе кулинарии. Да, кафе кулинарии называется. Магазин, кафе. Магазин, кафе. Пи-А-НИНОС. Ну, это имя А-А-НИНО. Пи-А-НИНОС. Да. И пойдем вперед. Дойдем до Спорт-Хала. Так, что у нас в Спорт-Хале? Что там вообще? Что представляет из себя? Вообще сделаем такую маленькую прогулочку по городу, да? Совершим. Там баскетбол, волейбол, тренажерный зал, каратэ занимается. Ну, такие. Тоже все спортивная тема идет. Да, 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 все это. Юра, смотри, по самому городу, вот для наших зрителей, вот допустим, вот это что за достопримечательность вон там? Это памятник ты имеешь в виду? Да, да, вот. Вот надо подойти. А, то есть пока неизвестно еще что-то. Да, ну, я памятник, как сказать, так раньше знал. Сейчас я уже знаю, что особое это самое. Ну, какое-то это самое. Что он сидит, мы знаем. Да, сейчас посмотрим. Вот магазин тоже полно таких LV, да? Это местный какой-то магазин, да? Латышский, продуктовый. Но я так думаю, что как минимум это связано с республикой Латвии. Не, ну конечно. Как минимум. Потому что, вот смотри, цветы лежат. Свобода. Это, наверное, избавление от захватчиков. Не знаю, правда, от каких, но что-то в этом роде. Что-то вот нигде ничего не написано. Почему я не знаю. Не написано, да? Не написано, потому что каждый... Должен сам. Должен знать даже, что здесь. Что это? Да. Что за композиция сделана для чего? Вот здесь, может, надпись? Нету, да? Ну вот, смотрите, все дома, вот, в 60-х постройки, конец 60-х, 70-х годов. Этот сам город, он как бы в тех годах и построен? Да, в 67-х годах. В 67-х годах. Ну, бараки были в 67-м. А я думаю, в 70-х начали здесь вот в 73-й, 75-й год вот начали эти пятиэтажки строить. То есть уже позже пошли? Да, ну, в конец 70-х годов. Сначала жили в бараках все здесь, но бараков сейчас уже нет. А ты в каком году сюда заехал? В 83-м? В 88-м. В 88-м. В 88-м. Получается, пол жизни теперь в Риге пол жизни здесь. С тех пор ты работал тоже здесь, да, работу искал сюда? Нет, 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 я в Риге работал. С 2002-го года торговый порт рижский. Потом это самое. В охране работал тоже в Риге. 2001-го года. И потом, вот с 2001-го года, то я уже столько здесь на месте. А так до 2001-го года еще в Риге все время ездил. Ездил, да. Ну, ездить, конечно, сложнее каждый день. Полтора часа ехать, потом вечер возвращаться. В охране я две ночи, там по 12 часов я там оставался. Вечно, у меня два дня нет. В основном, здесь сейчас в городе, я так понимаю, что молодежь уезжает. Да, молодежь точно уезжает. После школы. Да, если кто не поступил, особенно... То есть делать как бы по большому счету нечего. Да, у нас два таких более-менее предприятия, которые там деревообрабатывающие там есть. И еще есть завод совместно с американцами, там со солнцами. Ну, тоже двери делать все это. Вот два предприятия, которые там. Ну, там оно же не резиновое. Да, да, да. Сколько людей нужно, столько и возьмут. Да, да, да. Там работают в каждом, допустим, ну, я грубо говорю, там, допустим, по 300 человек. Ну, а молодежи, допустим, в два раза больше. Значит, вторая половина уже... Что-то должна делать. И поедет в Ригу, кто учится, кто работать. Ну, или кто-то уедет. Ну, если я говорю так, по моим представлениям, что здесь примерно, если по молодежи считать, то, можно сказать, треть уехала. Треть уехала. Да, треть. Так, если молодежи. Так что... Ну, вот школа, вот 40 лет. 15-15 классов. Ну, вот и 15-40 лет. Ну, я думаю, вот вечер, представляете, сделали тоже. Ну, вы. Все. Детям решили радость. Да, да, да. Даня тоже строил с мой знакомым. Он тоже, ну, сейчас уже не живет, умер, да, это самое. Тоже он всю отделку внутреннюю делал. Тоже в 80-х годах было, в конце 90-х. Какой-то курортный что-то такое, да? Да, он для себя человек дом строил. А, для себя просто дом строил. Да, деньги были, он строил это самое. Вот все забросилось. Он уже стоит, наверное, лет, ну, больше 10-ти стоит. Вот в таком состоянии брошено все. То есть не продалось, не родных у него, да, получается? Когда вот пик был, там, цена большая стояла везде в рекламах. Ну, и все, и сейчас он тоже стоит в рекламе. Ну, местный там. Ну, это уже, как бы, власти уже, да, их? И кому сейчас она относится? Нет, ребят, ему такая спроса совсем. Да, потому что я не знаю, как кому земля принадлежит. Как бы тот, кто строил, так никому он не продал. Ну, вот здесь получается так, что у кого дети маленькие, в детских садах, кто учится, вот, считай, две школы у нас средние. Училище это, значит, профтехучилище. И начальная школа у нас еще есть, музыкальная школа есть. Ну, вот все, кто учится, тот, это самое, значит, учится. А дальше уже, как заканчивают, вот, получается, уже думают. Что делать? Да, да, ну, вот мой ученик, который чемпионом мира стал, да, Сергей Тимофеев. Вот, я ему тоже раз заикнулся, спросил насчет, я говорю, как он, сейчас, в том же училище, последний год учится, как ты собираешься, уезжай, там, за границей, потому что. Я уезжать не собираюсь. Вот он не хочет. Хотя, вот, как говорят многие, вот, говорят, что, типа, ну, русские уезжают, латыши уезжают. Ну, уезжают все, но это тоже не зависит, так, чтобы обязательно, это самое, ну, а так, получается, вот, русский он, да, он ни в какую не хочет. Не хочет. Не хочет, да, все, да, уезжать, он, как я, за границей, хотя у него тоже уже есть такие, которые постарше, ну, с города уехали, но он может к ним ехать, но он не хочет ехать, все, вот, сейчас нас в латвии. Хочет учиться дальше, выше, ну, и, как бы, даже об этом не думал, чтобы за границей ездить. Это сколько лет ему? А ему всего 19. Возраст, это как раз такой уровень, который уже хотел бы уезжать. Да, да, да. Ну, все, уже, значит, ты уже хочешь, чтобы деньги не получать, а сейчас, да, сейчас и сразу, да? Да, жилья нету, закрыто, да? Да, не работает сегодня. Ну, обойдем тогда так. Ну, ничего. Так, друзья, мы пришли в спортзал. Вот, сейчас посмотрим дальше. На самом деле, что-то очень холодно. Да-да, чувствуешь? Сегодня ноль было у нас с утра. Ноль градусов. Да. Что, надо отсюда ноги делать? Поедем в Солнечную Калифорнию с тобой? Потому что у нас теперь, кстати, друзья, в путешествии в Солнечную Калифорнию у нас уже чемпионы мира по поднятию штанги. Так что обращаюсь сейчас к троллям, к разным троллям, которые пишут. Вот, вы смотрите там, иначе просто раздавим, зараздавим, даже не будем. Потому что их очень много. Да-да-да. У нас чемпионов очень много. Все Европы и... Притом у нас есть кому-то за 70 даже. С ними вообще опасно шутить. Шутки просто не воспринимаются. За 70 лет. За 70 лет, да. Какие вот дела, друзья. Что, пока все. Попозже на связь. Смотрите Адзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, Солнечную Калифорнию. Находимся в городе... Айскроу Кле. Айскроу Кле. Да. Айскроу Кле. Айскроу Кле. Ну так, так и есть. Айскроу Кле.